И еще одна новинка 23 года, причем с самого конца 23 года. Эти кюветки буквально еще горячие, они только-только появились и уже оказались у меня в руках, потому что мне их отправили еще до выпуска в продажу, поэтому сейчас вы еще не сможете их найти на полках, но скоро они появятся. Как вы знаете, Pinox Extra это однопигментный акварель, в акварели нам это особенно важно, потому что нам важны чистые смеси, и в Pinox Extra всегда довольно интересные пигменты, сейчас мы их выкрасим и посмотрим. Кстати, вы уже наверное в следующем году можете ожидать еще пополнения в Pinox Extra, потому что выйдут перелены, все мы ждем и фиолетовые перелены, и особенно зеленые перелены, такой очень темный цвет, который до этого мы видели в каких-то премиальных марках за какие-то огромные деньги, но сейчас они нам будут доступны. Давайте же их выкрашивать, вот вы видите уже сразу, что первый цвет называется ферицинка светло-коричневый, и я могу сказать, что мы очень долго просили производителей быть более серьезными, перестать придумывать какие-то лавандовые шоколадные цвета и начать выдавать базу, так скажем, да, но мне кажется, что Pinox уже где-то перестарались, потому что название из четырех слов это уже как-то слишком и напоминает какую-то химическую формулу. Итак, ферицинка мне изначально на выкрасках казался желтым, мне казалось, что это будет желтый цвет, но когда я его выкрасил, я поняла, что это скорее такая охра, очень-очень яркая охра, которая дает классные смеси, я постаралась показать эти смеси, и я могу сказать, что когда он высыхает, он в плотных слоях становится темнее. Дальше у нас кобальт зеленый, и в кюветке, обратите внимание, та же ситуация, что и с ферритом цинка, при соприкосновении с водой краска становится вот такой белесой. Также, в принципе, ведут себя и белильные краски, так же, как и с ферритом, кобальт зеленый засыхая становится более таким темным. Кобальт зеленый у нас гранулирует, и знаете, он чем-то напоминает оксид хрома. Если честно, я ожидала, что он будет более голубоватый, более холодный, а он такой прям очень-очень тепленький, и я могу сказать, что он довольно укрыстый. Я посмешивала его с другими цветами. В целом смеси получились, ну, неплохие, нормальные смеси. В целом, в целом нормально. Нормально, но это не мой любимый цвет, так скажем. Дальше у нас кобальт бирюзово-голубой. Этот цвет, конечно же, просто звезда запуска. Можно было, в принципе, его только один запустить, и ажиотаж был бы точно такой же, потому что людям он очень-очень понравился. И я, в принципе, понимаю, почему он очень-очень яркий. Он гранулирует. Он выходит в серии D. Это не самая дешевая серия. Ну, понятное дело, это кобальт на ПБ-28. Он полупрозрачный, и, ну, знаете, он буквально горит на листе. Смеси с ним тоже выглядят как смеси с хайлайтером каким-то, реально. Вот с одной стороны есть какая-то такая краска, такая обычная, рутинная, а с другой стороны в этой смеси просто горит этот кобальт. Далее у нас кобальт фиолетовый светлый. По какой-то причине действительно он стал разочарованием этого запуска. Все хотели более яркий цвет, потому что на ПБ-49 обычно цвета действительно более яркие. Ну, я не знаю, почему такая несправедливость. Поттерс Пин, который лишь немного отличается по оттенку в теплую сторону от кобальта фиолетового светлого, все любят, а кобальт фиолетовый светлый не любит никто. Аксид железа темно-коричневый на ПБ-6. Мне не показался этот цвет интересным, хотя я видела, что многим он, в принципе, понравился. Но у меня уже таких цветов очень много. Он коричневый на розоватой такой подложке, он гранулирует. Далее у нас оксид железа коричневый. Ну, тоже есть какая-то легкая грануляция, в какие-то легкие хлопушки он выпадает, в темные на красном фоне. Ну, тоже не скажу, что мне прям показалось этот цвет интересным, но он неплохой. В принципе, для коричневых он классный, да, для расширения палитры я, в принципе, это поддерживаю. Но, опять-таки, название из трех цветов, что будет дальше, да? Ну, хорошо, хоть увеличивают количество слов в названии, а не количество пигментов, да, как некоторые. Хроми железа коричневый гематит. Мне этот цвет понравился больше всего, что не говорите. Его как-то все обошли внимание, а мне он очень понравился. Он не похож на капут-мортум, как все предполагали, потому что он не фиолетовый, а все-таки более бесцветный. Гораздо более бесцветный. Я сравнивала его с разными капутами-мортумами. В смесях он очень классный, потому что он обесцвечивает реально все цвета. Причем делает это не через фиолетовый, а через коричневый. Кобальт нейтральный серый тоже вызвал большой ажиотаж, потому что просто люди никогда не видели серого кобальта. Говорят, что это идет как раз на замену Титаниум Бафф, который есть тоже во всяких разных премиальных марках. Он гранулирует за счет грануляции полупрозрачной. И сфера применения у него, как всегда, наверное, это городской скетчинг, да? Там могут пригодиться такие цвета, я это допускаю. А так, ну, для коллекции тоже кобальт серый. Это тоже прикольно, я считаю. Потихоньку мы заканчиваем с материалами, потому что света уже практически совсем нет. Давайте я вам покажу интересные вещи, опять-таки, из прошлого года. Во-первых, целый год я использовала вот эту бумагу Фабриана для пастели. Мне она очень понравилась. Она тонкая, ну, то есть не для супер каких-то ответственных вещей. Мне очень нравится эта текстура. Она такая ребристая, энгер. Во-вторых, я сделала выкраски на этой бумаге пастели, повесила на полгода на окно и заметила, что с бумагой совершенно ничего не случилось. Она не стала желтой, она не потеряла текстуру. Другая бумага, Файнола из скетчбука, я ее повесила на окно, она стала очень жесткой и она поменяла текстуру. То есть я хочу сказать, что вот эта бумага прошла испытание с солнцем, хотя обычно бумагу так не испытывают. И это какая-то, конечно же, может быть, даже излишняя нагрузка была, но она ее выдержала. Так что это отличная бумага. Также я хотела бы вам показать, ну, из таких каких-то необычных вещей, что ли. Ну, давайте с вами попробуем что-то вот такое сообразить. Вот такое, вот такое, вот такое, вот такое, может быть, такое грязь. Вот, эта штука. Короче, она помогает для того, чтобы очищать листы бумаги от нежелательной какой-то грязи. Она вообще позиционируется как штука для того, чтобы антикварные книги очищать, знаете, для реставрации, то есть это очень деликатная вещь. Но нас она интересует, конечно же, только как акварелистов, да, когда нужно убрать какой-то контур излишний, то есть воспользоваться ей как клячкой, но при этом, чтобы это было максимально деликатно. Тут у нас мешочек, в мешочке такая какая-то стружка, как будто бы от ластика. Вот такой мешочек. Вот, смотрите, сколько от него всего остается. Так, давайте попробуем его использовать. А я не знаю, кстати, правильно я делаю или нет, потому что в интернете об этой штуке практически нет информации. Вот, по моей информации я все делаю правильно. Ну, не знаю, не знаю. А вывод такой. Набросок полностью не убрался, но бумага вообще не тронута. То есть, если первоочередная задача – это именно сохранность бумаги, а убрать набросок подчистую – это уже вторая задача, да, то вот эта штука очень хорошо подходит, потому что с ней переборщить нельзя. То есть, ей вы никак не испортите бумагу. Это вообще невозможно. И я теперь понимаю, почему ее используют для реставрации. То есть, там самое главное – это сохранность бумаги, а вот удаление каких-то дополнительных загрязнений – это уже по остаточному принципу. Они удаляют все, что могут при полной сохранности бумаги. То есть, это как будто бы суперделикатная клячка, которой может работать буквально любой. Даже самый неаккуратный человек не повредит бумагу. Вот. То есть, я считаю, для крутых художников, у которых уже есть просто все, эта штука будет такой, не лишний в арсенале, как такой дополнительный инструмент. А теперь, друзья, мы насмотрелись материалов. Они у меня не закончились, у меня еще тут куча лежит материалов. Но я обозрела то, что успела. Если вам понравилось, скажите просто «Влада, продолжай, я буду это делать еще». А дальше мы с вами идем смотреть мемасы, потому что солнца-то уже нет, материалы мы смотреть не можем. А вот мемасы мы можем посмотреть всегда. Все, что произошло за этот год. Все, над чем мы смеялись. Давайте смотреть и угорать.